Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Тверь не так давно всколыхнул, хотя, наверное, не всех. Очередной случай жестокого обращения, даже это не обращение, а уж просто убийство животных. Опять-таки некоторые уверяют, что это было не убийство, но тем не менее. Две собаки. Две собаки были отравлены, опять-таки, дорогие телезрители, повторяюсь, кто-то говорит, да не, не отравление, собачка, дескать, сама умерла, но тем не менее, очень похоже на отравление. Сразу же появилась информация, что это делают док-хантеры, которым опять собаки мешают, они их видеть не могут и так далее. И, как всегда, толком ничего не понятно, чем дело кончится, правоохранительные органы вроде бы ничего предпринять не могут, да вроде бы там и хозяева, конечно, не совсем расторопно себя повели. И тем не менее, что это было? Очередной случай убийства животных, очередной случай, или действительно некоторая случайность, когда собачка что-то такое съела, от чего и умерла. Хотя, что же такое может есть у нас на улице, тем более, извините, на дворе уже поздняя осень. Об этом мы сегодня поговорим. В целом, вообще, о том, как решается в областном центре в нашем регионе проблема бездомных животных, выброшенных на улице, или просто уже, которые давно не в одном поколении родились на этой самой улице. Об этом мы сегодня поговорим. А вы можете высказать ваше мнение, задать вопрос по телефону 300-190, если вас волнует этот вопрос. Или наоборот, если вот можете познать, честно сказать, а мне вот наплевать на животных, мне их вообще не жалко. 300-190. А пока хочу представить гостей нашей программы. Это Дмитрий Нечаев, мой коллега. Добрый день. Дмитрий Нечаев. Бездомные животные. Господа, ну что же, Дмитрий, вот что все-таки это было? Какая сейчас информация? Отравление или действительно собака просто сама вдруг умерла? Ну, я не эксперт, не ветеринарный врач. И, к сожалению, не могу, конечно, достоверно, достоподлинно утверждать, что это было именно преднамеренное отравление, тем более каким-то там препаратом и так далее. Я сейчас, мы еще к этому вернемся, я удивлен, почему хозяева не настояли на токсикологической экспертизе. Вот мне только что сказал представитель ветеринарии, что не стали делать скрытие, изучать, каким ядом было отравлено животное. Это бы могло помочь пролить свет на то, что все-таки стало причиной этого. Варварская выходка живодеров, или это какое-то роковое случайное сечение обстоятельств, недосмотр или еще какая-то причина, вызвавшая смерть животного, гибель. Но что это к этому привело, я могу сказать, Роман. Дело в том, что... Давай все-таки уточним для телезрителей, все-таки из чего вдруг решили, что отравление? Ведь известно, что у собак также бывает инфаркт, они умирают так же. Какие были все-таки симптомы? Давайте сейчас я договорю, и мы потом Анне дадим слово представителю ветеринарии, который, как говорится, не хочет отговорить собаку на этом силу, но хочет сказать, что большой опыт имеет в этой работе, и ее соображения послушаем по этому поводу. А я сейчас скажу о другом, о том, что привело к этой ситуации. Дело в том, что у нас в городе, городе Твери, областном центре, в 170 километрах от Москвы, от столицы, совершенно дикая сложилась ситуация. Дело в том, что с первого квартала 2017 года у нас, по сути дела, жители и животные брошены один на один друг с другом. То есть не ведется работа по отлову, по содержанию, вакцинации, стерилизации со стороны муниципалитета. Огромное спасибо, здесь работу эту ведут только зооволонтеры. Вот Ольга Юрьевна Рябова представляет крупнейший в нашем городе приют для животных, который за свой счет, за свои средства личные этих животных с улиц забирает, лечит, стерилизует и так далее, пристраивает и так далее. То есть это вот ее усилиями и ее сподвижников сотни животных с улиц города забираются и дальше их судьба уже решается каким-то образом. К сожалению, муниципальные власти, которые вроде бы как у нас наделены полномочиями уже, ну переданы им полномочия по решению этого вопроса, к сожалению, в последние два с лишним года решить эту проблему никак не смогли пока что. Не хватит или денег нет? Дальше, что происходит дальше? Дальше, значит, происходят так называемые вот эти вот самосуды. Действительно, люди, ну кто-то любит животных, а кто-то не любит. И они брошены с этой проблемой один на один. Я понимаю, и тех, и других этого не должно быть. И начались вот, я допускаю, что происходит в случае такого, ну у многих руки чешутся, ко мне, как депутаты обращаются, говорят, если вы их куда-то там не уберете, мы начнем сами там расправляться. Но я что хочу сказать, что, конечно, вот таких люди эти сразу попадают под статью закона, под уголовную статью. Эти действия не легальные, совершенно противозаконные и совершенно не оправдывают этих людей, которые так хотят расправиться с животными. Я не говорю, что нужно там всех бездомных собак там ходить там расцеловать в нос там или, не знаю, там выселить пенсионеров, поселить туда собак. Как некоторые начинают приписывать, галиматью вот эту какую-то нести. Я говорю о том, что если мы хотим реально решить эту проблему, а ее обязательно надо решить, люди не должны быть один на один с бездомными животными оставаться однозначно. Там и на детских площадках они появляются, там где-то кого-то укусили, там, не дай бог, и так далее. Однозначно проблема есть, никто ее не отрицает. Но только нужно бороться не со следствиями этой проблемы, не бить по хвостам, в прямом переносном смысле слова, вымещая зло на вот этих несчастных, таких же брошенных людьми, доведенных до этого состояния, этих животных, которые уже не знают, куда деться. А нужно-то решать корень проблемы, причем комплексно. Понимаете, в чем дело? Вот. А комплексно решать проблему, это уже нужно прикладывать голову, а не за палки и камни и ружья хвататься. Это совершенно по-другому решается. Потому что ни одна страна мира, которая решила эту проблему, не решила ее через жестокость, через убийство, через насилие, через травлю и так далее. Ни одна страна. Там, где эта проблема решена, она решена цивилизованным путем. Но это требует и голову включать, и включать финансирование, и так далее, и так далее. Вот это мой первый комментарий. Анна, все-таки, почему есть серьезные опасения у людей, что все-таки было отравление, а не смерть? Потому что это было очень-очень скоропостежно. То есть, животное зашло, со слов владельцев, вечером все было хорошо, утром животному уснул, он стал какой-то грустно-вялый. Пока не везли его в клинику, животным стало совсем плохо. На момент его поступления в клинику, собака зашла на своих ногах и тяжело дышала. Какая, кстати, порода? Немецкая овчарка 9 лет. Очень хорошая, красивая, ухоженная собака. То есть, здесь не сказать о том, чтобы владельцы не следили за этим животным. И она с ним что попала? Возможно. Это лишь предположение. Это лишь предположение. Симптомы здесь были такие, что животное просто... Ей становилось каждую минуту все хуже, хуже и хуже. Поступила она с температурой 41. Пока мы ей ставили капельницу, капали холодные растворы, мы механически пытались снести температуру. Она была обложена, вот скажите, вся льдом. Она была обложена, ну, заморожена мясом, которое мы кормим животных. Мы ее всю обложили льдом. Льдом у собаки за полчаса температура с 41 поднялась до 43. К сожалению, животное дало остановку сердца, но к дыханию мы реанимировать ее не смогли. Естественно, первое предположение мы думаем о том, что животное чем-то отрыванулось. Но не бывает таких каких-то заболеваний. Сердечно недостаточно, почечное недостаточно. Они не протекают за полчаса. Все равно какие-то предпосылки к таким заболеваниям есть. А здесь это очень-очень быстро. То есть, утром животное себя чувствовало более-менее нормально. На момент поступления в клинику с животными еще хуже. Через полчаса у нас, к сожалению, летальный исход. Естественно, мы предполагаем, что отравление. А из вашего опыта, может быть, вы общались с вашими коллегами, были? Кто-то, может, рассказывал, да-да, вот я точно знаю, что такой-то яд вот так вот действует. Это есть какие-то факты? Мы знаем, да. Вот именно в ситуации с этим животным я не могу предположить какой-то яд. То есть, это не тот, который известный из-за неозидов. Ну да, есть клиника определенного яда, который, к сожалению, известен всем. Препарат против туберку. Не поможет, тем не менее, есть яд, который именно вот так вот действует. Моментальный рост температуры. И судороги как. Ну, здесь у животных судорог не было. То есть, здесь, возможно, это какой-то другой яд. Их очень много. Даже антидоты не действуют на некоторые виды яда. Все зависит от количества яда и от того, как быстро обратились к клинику, как быстро все заметили. А вот как раз антидоты, я когда услышал про вот эту историю, тем более известна вот эта тема про док-хантеров, которые далеко не только убивают животных, стреляя, к примеру, по ним или, может быть, там, холодным оружием, а именно разбрасывая траву, что еще более коварно. В большинстве своем они так и делают. Вот. Ну, я слышал раз в историю, но неважно. У меня у вас сразу мысль, может, даже советовать телезрителям, может, с собой какие-то антидоты носить или как? Вот вы тоже сказали, что есть такие, что не помогают. Первые меры какие нужно принимать? Первые меры. Вызвать рвоту. Вызвать рвоту. Чем? Как? Да, как у собак? Мы все знаем, как у людей. Можно слабый рост ромарганцовки, пожалуйста, выпадать ему. И вызвать рвоту и бегом-бегом-бегом в клинику. Потому что препарат, который хорошо, вы будете носить с собой эти громадное количество ампул, антидота, предполагая, что животное может съесть тот или иной яд. Но внутримышечно его колоть нецелесообразно. То есть, чем быстрее препарат поступит именно в венозную кровь, соответственно, тем быстрее он будет действовать. То есть, внутримышечно это абсолютно, нет, наверное, имеет смысл. Ну, хотя бы на время, когда будет везти до клиники. Потому что не у всех клиника за 2 минуты, правильно? Кому-то может ехать 30 минут. Конечно, кто-то едет с области. Кто-то едет по полтора, по два, по три часа. И можно посоветовать носить все-таки антидот, иметь дома. По крайней мере, чтобы дома не были. Хотя бы иметь дома. Потому что сейчас ситуация достаточно серьезная, и лучше это не так дорого стоит. Вот. В аптечке всегда. Ацербент, энтеросгель, энтерозо. Пожалуйста, в любой аптеке он всегда доступен. Энтеросгель, энтерозо, да? Энтерозо – это ветеринарный препарат, энтеросгель – это человеческий препарат. То есть, ну, не обязательно же, что животное отравится, и это будет летальный исход. Ну, может, подобрать какую-нибудь... Все что угодно. Все что угодно, да. Протухшую колбасу, соседскую, пожалуйста, будут признаки отравления, но животное будет стабильно. Пожалуйста, энтеросгель можно отпаивать. Бока природничать, у нас стабильно должна быть реклама. Буквально 3 минуты, дорогие телезрители. Несколько минут рекламы. Все-таки звоните, что вы думаете по поводу решения проблемы бездомных, брошенных животных. Как ее надо решать? Как, условно говоря, относитесь к докхантерам? Звоните нам, а пока реклама. Телефон 300-190. Итак, мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы обсуждаем проблемы бездомных животных и информационный повод, что очередная смерть собак, причем, кстати, не бездомных, и очень большое подозрение, что их отравили. Вот в этой связи. И у меня показывает моя ассистент, что у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Степанова спрашивает. Вы внятнее скажите, что за антидот нужно иметь, какой препарат. Мало понятно. Спасибо, Тамара Степанова. Сейчас мы вам приседали. Еще раз, где можно купить. Еще раз. Особенно, если люди стартовозрастные, интернет-медицинские. Еще раз, самое первое необходимое, что иметь дома, это энтерозгель. Это продается препарат в человеческой аптеке медицинской, либо энтерозо, этот препарат продается в ветеринарной аптеке. Ну, а если у вас есть подозрение, что животное, вернее, если вы увидели, что животное съело что-то вот прямо на улице, соответственно, нужно вызывать рвоты. Если у вас просто подозрение о том, что, ну, уже пошла симптоматика, что животному плохо, в первую очередь нужно выпаять энтерозгель, либо энтерозо и обязательно обратиться в клинику. Анна, можно я уточню вопрос? Вот это энтерозо, оно какое-то эффект? Это гель, это адсорбент, который попадает в кишечник, его нужно выпаивать, он попадает в кишечник и адсорбирует на себя, ну, насколько может, адсорбирует на себя токсические вещества. Нейтрализует вот эти токсические вещества. Да, можно сказать так. Ну, думаю, что Тамара Степановна поняла, и все остальные, что делать? Ну, уходил за... А у меня, знаете, тоже такой вопрос в этой связи, и вот у меня сразу все время, что делать, что делать? Ну, может быть, тогда собак уж выгуливать строго в наморник, раз такие пироги. Я понимаю, да, собаку жалко, нужно погулять, но раз такая история, что, видите, травит ладок, там бездомных животных, и то нормальную собаку траванули. Я своим пациентам, особенно у тех животных, которые есть помощные, да, породы, назовем так, это лабрадоры, которые любят все подбирать, да, сокрасила, да, собаки-пылесосы, то есть я таким обязательно пациентам, я советую, чтобы владельцы приобретались, есть специальные намордники, то есть они железные, они, может быть, не очень красиво выглядят, пластиковые, они не очень красиво выглядят, но животное в этих намордниках может даже гавкать, вот, прекрасно, замечательно гулять, но при этом оно не может физически подобрать ничего с земли. Вы же все, да, вы собачки, вы знаете, собака, если ее снял намордник, а тем более с поводка, ну нереально уследить, чтобы она... Нереально, даже если животное будет очень суперпослушное, да. Вообще нереально, у собаки, да, к сожалению, в отличие от кошек, у них есть такая история, что они на это духхантеры рассчитывают, они едят, чтобы попал, даже если ты ее хорошо покормил. Да, поэтому гулять надо, конечно, в специально отведенных местах, к сожалению, у нас нету их, да, ну и лучше с поводком. Роман, я сейчас предвижу, что есть огромное количество людей, которые скажут, во, правильно, всех их в наморднике, заодно и хозяевам тоже еще двойные надеть. Но дело в том, что есть такие породы мелкие, вот эти какие-то там чихуахуали, какие-то там даже непонятно, на что намордник надевать, там такие мордочки плоские, на чебурашек похожие собачки, Ну, там она меньше кошки, вот, поэтому, конечно, это, ну, к сожалению, ну, наверное, да, это мера такая, которая позволит... Хочешь дать телезритику хоть какие-то советы, что делать? Почти на 100% обезопасить, наверное, может, хотя есть аэрозоли, там, дыхаемые и так далее, но все-таки, конечно, надо бороться с докхантерами, вот с этими уродами, которые моральны и преступниками. И я хочу сказать, что во работе это тоже ведется, у нас есть часть здравомыслящего общества, это, ну, так называемые зоозащитники, я бы не сказал, что вообще-то какие-то рьяные зоозащитники, это нормальные люди, которые хотят гармонии, чтобы мы нормально жили с братьями нашими меньшими, и, конечно, через такие уродливые способы не пытались, так сказать, в кавычках решить эту проблему, потому что так она не решается. И среди этих людей наших, вот, есть здравой частью общества, есть бывшие сотрудники полиции, действующие с высокими званиями, люди, работающие в следственном комитете, в прокуратуре, и у нас уже есть на примете, мы взяли, скопировали записи видеонаблюдений, где предположительно могли произойти вот эти преступления, и сейчас вот эти люди уже несколько человек идентифицированы, а по другим сейчас идется работа, то есть эти люди подпадают совершенно четко под уголовную статью. И, конечно, 245-я статья, например, жестокое обращение с животными, она давно действует, сейчас к ней добавятся еще более ужесточились наказания по ней, плюс новый закон 498-й, который был принят в конце 17-го года. Я говорю, что новый закон об ответственном обращении с животными, он называется. Уголовная ответственность. Федеральный закон, да, он будет рассматривать уголовную статью. Поэтому по вот этим людям, которые себя называют так называемыми чистильщиками или еще кем-то, вы просто понимаете все остальные люди, что это дегенераты, что это преступники уголовные, которые, конечно, преступники, которые должны наказываться. И вот по ним сейчас ведется работа, мы вот эти записи попросили, там изъяли, где-то нам, они стоят на домах, на многоквартирных, мы попросили там домовые комитеты, да, нам все идут всегда навстречу, все понимают, здравые люди. Мы эти записи изъяли, сейчас передали в правоохранительные органы, по ним ведется работа, может быть подтвердиться, может не подтвердиться. Но, конечно, они под прицелом, и мы будем, конечно, вот с такими выродками бороться. Потому что, еще раз повторяю, что абсолютно озабочены все зоозащитники вот этой проблемой безнадзорных животных, и они, в отличие от этих уродов, делают реальную работу. Они действительно этих собак изымают с улиц, они их там лечат, вакцинируют, кастрируют. Это те люди, которые реально тратят свое время, деньги, ресурсы, все тратят на то, чтобы с этой проблемой действительно бороться, а не издеваться. А вот эти уроды, вы просто понимаете, мы потом про моральный аспект еще поговорим, но это в основном идет такая сублимация, реализация своих низменных, латентных, каких-то вот этих дегенератских, заложенных в них вот этих каких-то потребностей, кого-то убить там и так далее. И они вот под такой личиной, что якобы мы там очищаем мир, еще что-то такое. Вы просто понимаете, что это такое вот окно овертона, пожалуйста, не впитывайте вот эту тлетворную идеологию в себя. Понимаете, что это люди, которые тянут нас назад, а не вперед. Дмитрий, но объективности ради, а встречать все-таки опять-таки, да, мы тоже из вашего опыта среди докхантеров, люди, которые, что называется, перемкнуло. Когда собака домашняя или бездомная, к примеру, сильно искусала и скалечила ребенка, такие тоже случаи есть. И в интернете выложат, когда я много видел роликов, девушка идет, у нее кидается огромная свора собак, там хорошо дворник помог лопатой. Я знаю личные примеры, ну, из жизни, когда сильно искусали в лицо, знаете, покалечили и так далее. Бывают сегодня вот такие, кто перемкнул пуску, когда там, условно говоря, любимую дочку или сына покалечили, или жену. И вот он вот обозленный, вот просто у него башню снесло. Это, скорее всего, непрофессиональный какой-то докхантер, а это какой-то человек под действием каких-то эмоций. Конечно, непрофессиональный, да, это не докхантер. То, что докхантер — это определенная система. То есть, это не докхантер, вот эти люди. Не докхантер, конечно. Здесь просто, здесь уже, да, виден состояние эффекта какого-то. Просто, знаешь, бывают люди умные, бывают неумные. У нас такой случай, когда это произошло на силикатке, все это знают, уже лет 7, наверное, 8 назад было, когда действительно там девочку из школы идущую укусили какие-то собаки, причем там собаки, кстати, оказались в итоге хозяйские никакие, не дворовые. Да, это часто бывает. И так далее, хотя все свалили, как обычно, без надзора. Ну, не суть, вот укусила собаку. Отец там сильно покусали, нанесли травму, там даже зашивали. И отец, и эта девочка сказал, он умный, видимо, человек был, он говорит, да ребят, когда он интервью кому-то давал, не нашему каналу, он говорит, да не собаки виноваты, понимаете, все равно, что меня бы сбила машина, я пошел бы ей мстить, там, битые ее бы, бить, ломать. Да не собаки же виноваты, понимаете, а виноваты хозяева, те люди, которых распустили, люди виноваты. И вот сейчас наивно рассчитываешь, что собаки вдруг самоорганизуются, построят приют, сами решат эту проблему. Ну, о чем вы говорите-то? Никогда они ее не решат. Собаки — это те существа, которых люди вот это довели до безнадзорного состояния, которые им создают, почему собака бывает кусачей? От жизни собачьей. Да никогда этот вопрос не решится, если мы будем бить по хвостам, ходить, мстить там каким-то отдельным собакам. Количество бездомных животных — это отражение нашей безответственности, в первую очередь. Ну вот хорошо, Дмитрий, ты уже как бы обозначил следующий этап нашей программы. Дорогие телезрители, не все, по крайней мере, я надеюсь, так плохо у нас с бездомными животными. Опять-таки, на этой неделе произошло такое событие, которое зоозащитники называют долгожданным. Тоже многие, что называется, крейсы сплевывают, боятся раньше времени обрадоваться. У нас в Твери вроде как начинаются действительные работы по созданию муниципального. Есть у нас частные. Дмитрий же сказал, есть у нас люди, которые свои деньги содержат, вот эти приюты для собак. Но вроде как начинается строительство муниципального приюта для бездомных животных. Дмитрий лично тут же помчался, насколько я знаю, всю эту площадку сходил вдоль и поперек, пообщался со всеми, всех распытал, узнал, что это будет. Дмитрий, поэтому из первых уст, что это будет? Ну, из первых уст, долгожданное действительно событие, потому что мы понимаем, что сейчас 498 закон об ответственном обращении с животными, он прописывает, с 2020 года вступают дополнительные нормы этого закона, которые еще больше ужесточают ответственность. Причем это не то, что всем собакам гуляй, братва. Это нет, это ответственность владельцев, она ужесточает. И я тоже владелец собаки, я за то, чтобы налоги с нас брали, но только чтобы за это было отдача, чтобы строили реально площадки для выголов. Я за то, чтобы эти отношения с животными стали гармоничными и цивилизованными. Вот я за что. Поэтому я очень, конечно, интенсивно добивался, когда баллотировался, очень большое количество избирателей ко мне подходило с моего округа, не с моего, и говорили, слушай, мы знаем, что ты вот этой темой занимаешься, хочешь решить этот вопрос в нашем городе, помоги, продави вот это в Думе, чтобы наконец-то построили муниципальный приют. Объясню, для чего он нужен. Без этого приюта муниципального невозможно выполнить ни один пункт этого 498 закона. Объясню, почему. Потому что там одна же из первых постулатов этого закона гласит, что животное должно быть сначала отловлено, и потом незамедлительно пулей доставлено в приют. Все. Как только нет этого приюта, можно дальше 50 листов этого закона просто не читать, потому что вы уже не можете его исполнить. И мне тут некоторые в полемике, в пабликах, в соцсетях пишут, да зачем, да это можно любое помещение найти под это. Я говорю, не-не-не, ребята, никакое, не любое. Ничего это не прокатывает, эти все разговоры, никто вам не даст за бесплатное помещение. А оно же будет выделено на специальной площадке, соблюдены нормы отступа от жилых домов, там коммуникации проложены. Должно быть целевое выделение участка, вот которым мы... Поэтому, не надо говорить, а для того, чтобы этих собак, чтобы они не плодились, остановить вот эту бесконтрольную репродукцию, мы должны где-то их там кастрировать, должны их там лечить от зоопитозаболеваний, там какие-то им там прививки делать и так далее, и так далее. Это все, конечно, уже более продвинутая такая схема, но на начальном этапе мы должны получить такую площадку, где вот этот период организовать. Поэтому уже с 2017 года я активно в Думе коллег-депутатов убеждал в том, что нам нужно это продавить. Никто, кстати, почти никто, там несколько человек были против, мы их запомнили. А почти все коллеги-депутаты поддержали эту инициативу, оказались ответственными людьми, цивилизованными. Некоторые, кстати, коллеги даже из приюта собак себе домой бездомных взяли, это я хочу сказать им спасибо за это. Так вот, поддержали эту инициативу, но сказали, денег нет в 2017 году, я хотел уже в 2017 начать. В общем, опуская подробности, в 2018 году мы эту сумму нашли определенную, очень помогла Ольга Юрьевна, которая помогла рассчитать количество, на какое количество, сколько нужно вольеров и так далее, вот эту материальную базу. И вот деньги были выделены, там были очень сложные перипетии, их пытались постоянно засунуть не совсем на те цели, которые мы хотели. Никто там не разворовать ничего, но не совсем то, что надо было. Просто сначала надо было построить приют, а уже потом отловом заниматься. И решили разделить, что приют содержанием занимается приют, а отловом МБУ Зеленстрой. Ну, теперь так, это, ну, известная наша организация, занимающаяся зеленением города. Но теперь так получилось, что, видимо, и содержанием тоже будет все-таки заниматься эта структура. Уж кто там будет работать, это второй вопрос. Поэтому, впервые, вот, долго этот вопрос мурыжили, я уж по-другому не скажу. Впервые, вот, вчера я выезжал на это место строительства, определён подрядчик, определён уже сделана схема, это, ну, называется, как-то план этого приюта сделан. Вот, и вот приехал подрядчик, мы лично познакомились, представители администрации города приехали. Ну, вот, глядя друг в друга, глаза в глаза, я говорю, ну, ребят, ну, просто уже столько раз на молоке обжигались, уже дуем вообще на все жидкости, и не только на воду. Говорю, вы готовы, действительно вы это будете строить? И вот, глядя друг в друга в глаза, там, один даже знакомый какой-то наш оказался там, он говорит, да, либо на этой неделе, ну, Макрай, на следующей мы как-то начинаем. Самое главное, сроки до декабря. Ну, вот, нам заместитель... Реализация должна же быть, конечно. Заместитель главы города нам публично на Думе, я этот вопрос поднимал на прошлом заседании Думы, завтра у нас заседание тоже подниму. Он сказал публично при всех депутатах, под запись, что в течение ноября этот объект будет построен. Он сказал не единожды, мы его на рабочую группу, которую я возглавляю в Думе, по решению вот этого вопроса приглашали. Несколько раз он нам это пообещал, что будет построено. Что это будет конкретно? И еще скажу, что этот вопрос строительства приюта находится на контроле у нескольких серьезных структур. Первый, это у двух комитетов городской думы, у бюджетного и по соцполитике, где я зампред. Этот вопрос находится на контроле у общественной палаты города. Этот вопрос находится на контроле очень серьезной структуры контрольно-счетной палаты. Если они не сделают, это будет неэффективное освоение средств и так далее, серьезные последствия. И этот вопрос находится лично на особом контроле у главы нашего города. Вот мне пришла бумага за подписью господина Огонькова, где написано, что этот вопрос, создание приюта, находится на особом контроле главы города и стоит подпись Огонькова. Вот посмотрим, чего стоит вот этот особый контроль. Я это без злорастого говорю, я очень надеюсь и желаю удачи. Мы все надеемся. Да, что это действительно будет так. Нам это полегче будет. Сделают, скажем, огромное спасибо и будем двигаться дальше, потому что это только первая очередь этого приюта. Для чего он создан? Ну, я не знаю, может быть, Ольга Юрьевна скажет, что подобный объект, какие функции он выполняет. Скажешь, самое главное, Ольга, вот, ознакомились с вами, что это такое будет? Ну, я ознакомилась, мы больше... Что это будет, вот, телезрители, не все видели, что это огромный пионерлагерь для животных или что? Нет, ну, конечно, не пионерлагерь, да, это... Мы принимали активное участие в разработке этого, скажем так, даже не проекта, а зонирования на начальном этапе. Вот, в первую очередь, это и вольеры, это и... То есть, это будет вольеры, сколько штук? Это будет, по-моему, 29 вольеров. В каждом из которых может содержаться до... Ну, три, максимум, я думаю, что три животных. А площадь какая вольера? Два на три где-то, приблизительно. Примерно на 100 собак. Да, ну, где-то в районе 100... Что кроме вольеров? Вольеры, самое главное, на дворе зима отапливают? Нет, вольеры, они не отапливаются, потому что животные, в принципе, если они уличные животные, у них иммунитет вырубан. Если они сыты, если у них теплые будки, крытые... Утепленные. Утепленные будки, крытые с трех сторон, значит, вольеры, то, в принципе, животное достаточно спокойно может находиться на улице, но в плюс к тому, если, допустим, в тот же будку расположить сено, чтобы согревалось, и, соответственно, животное тогда будет соблюдать температурный режим. Что кроме вольеров? Кроме вольеров обязательно должна быть карантинная зона, то есть при поступлении животного, ну, это, собственно говоря, везде, практика, да, ветеринарии, и в приюте тем более, обязательно 14 дней карантин. Вот. Это административный должен быть блок в любом случае, это должен быть блок для больных животных. Я не знаю, насколько мне известно, по-моему, для чпотченков тоже будет какой-то определенный блок. Ну, то есть все, в принципе, зоны основные, они должны обязательно быть на территории приюта. Иначе кухня, естественно, безусловно, это хозблок, где будут находиться те же, там, закрытая территория под сено, или там еще под какие-то хозяйственные экипировки, да, и так далее, и тому подобное. Ну, это уже вторично. И вот, по-моему, самое главное теперь, в Моралите, вы довольны этим проектом? Вам нравится? Ну, что сказать, довольны. Нет, я понимаю, дело есть, да, но все-таки у вас не выдалось, самое главное, ребята, это концлагерь или собак? Нет, ну, во-первых, концлагерь мы не допустим, потому что это будет рядом с нашей территорией, это раз, это будет под пристальным нашим надзором, в любом случае. Там, где другой приют находится, где я был как-то. Да, это, да, это в любом случае, это, скажем так, организация открытая, да, то есть, площадка будет для волонтеров, и, соответственно, все желающие могут посетить и сам воочию посмотреть на это. И в новом законе это прописано, что даже... Да, то есть, это не закрытая какая-то... И так кто-то из нас может взять и прийти, посмотреть, в каких условиях содержатся собаки. Да, безусловно, конечно. Кстати, Анна, вот Дмитрий уже это не раз говорил, что собаку, значит, должны поймать, ну, вылечить, допустим, и кастрация. Кастрация, стерилизация? Да, вылечить, во-первых, а чего должны лечить, вот интересно, от всего вообще, включая педикулез или как? Все будет зависеть от того, в каком состоянии поступит животное. Здесь 10-14 дней у нас карантин, за эти 10-14 дней мы наблюдаем за животным, смотрим за активность, естественно. Если есть какие-то раны, обрабатываем, если есть блохи, обрабатываем от блох. Если есть подозрения на какие-то вирусные инфекции, соответственно, мы с ним какие-то вирусные инфекции проводим лечение. Если не вирус, просто всякое бывает, чем может болеть животное. Но для этого, да, в основном это самое страшное для учителей животных, это вирусная инфекция. Интерит, пармовирусный интерит, это самая страшная инфекция. То есть собака, например, будет вылечена? Это зависит от служащих приюта и от финансирования, потому что это такая составляющая. Это очень дорогая процедура, да, пролечить пармовирусный интерит. Особенно он очень быстро передается, это очень страшно. Поэтому для этого карантинная зона должна быть очень продуманная, и обязательно экипировка должна быть. И люди, которые будут находиться, они должны понимать, конечно, как с этим вообще работать, как работать с собаками. Сиди, а знаете, мне интересна у вас такая мысль, может быть, создать какую-то группу, я не знаю, там в ВКонтакте. Короче говоря, мне, знаете, кажется, было бы полезно публично, чтобы можно было узнать, какие собаки прибывают. Не поймали ли по ошибке домашнюю собаку? Чтобы можно было зайти на сайт или что-то, и на поступила белая баллонка. Это журнал будет создан, естественно, учетом. Чтобы онлайн можно было посмотреть. Разумеется, это один из первостепенных вопросов, который, конечно, будет отрабатывать этот пункт передержки. Я хочу сказать по поводу вот этой ветеринарной помощи, потому что мне многие уже, я так забегаю вперед, никто не звонит по телефону, нам 300-190 вопросов не задает. Но зато в соцсетях очень активно, стоит мне с этой темой выйти, там шкалит совершенно вот эта вот публичность, в смысле, заинтересованность этой темы со стороны общества. И многие, ну, а в основном, кто звонят? Те, кто хочет помочь, в основном тихо идут и помогают. А те, кто вот так вот посмеятся со стороны, те вот начинают какие-то турусы на колесах разводить. Ты вот спрашиваешь, за чей счет, типа, банкет, кто будет эти ветеринарные услуги оказывать? Ну, я хочу сказать, что где-то, наверное, с месяц назад, да, Ольга, вы тоже участвовали, мы с руководителем госветинспекции Катурской области, да? Вот, ну, это Строгановым, да. И мы, в общем-то, предварительные договоренности есть о том, что, вообще, это одна из функций их, в том числе, вот, заниматься безназонными животными. Они за это получают зарплату, выделяют финансирование, федеральное финансирование на эти цели. Поэтому мы ожидаем, и об этом есть какие-то предварительные договоренности, он все записывал себе, да, господин Строганов, что будут подключены силы государственной ветеринарной инспекции к вопросам, там, кастрации, вопросам стерилизации, вопросам лечения, вакцинации и так далее, и так далее. Ну, мы знаем, что прививки от бешенства, это просто обязательно бесплатно делается, это любой человек. Ну, они делаются, они делаются, делаются. Любой человек может привезти в госветклинику собаку, провакцинировать от бешенства, вообще никаких проблем. Я сам вот от некоторых таких не очень ответственных владельцев туда с питомцами приводил, все делается уже сейчас. А здесь будет массово. Я хочу сказать, что это очень большое благо для города, потому что, конечно, вот за эти, да какие три года, за эти десятилетия ничего там не делалось, потому что те фирмы, что раньше выходили, это было варьё, коррупционеры, еще и садисты, которые это занимают. А теперь это будет браться, хоть как-то начнет браться под контроль. Ну, вот мы уже обмолвились кастрации. Анна, опять-таки, расскажи телезрителям, что это такое, потому что у большинства людей далеких этой темы, сразу фраза такая в голове серпом по одному месту. То есть, насколько это гуманная процедура. Это очень гуманная процедура, абсолютно гуманная процедура. Проводятся эти операции под общим наркозом. Это стерилизация кастрации. То есть, мы кобелям удаляем семенники, сукам удаляем яичники и матку для того, чтобы они не могли дальше размножаться. То есть, они дальше будут существовать абсолютно точно так же, как и существовали раньше. Но просто они не будут иметь возможность к размножению. Помимо размножения, да еще и профилактика. Еще и профилактика, да, потому что у животных есть венерические заболевания. Неужели? Да. Стерилизация – это профилактика пиометра матки и молочной железы. А кастрация – это профилактика семенников. Это предстательная железа. Ну вот тоже телезрители, наверное, интересно. Хорошо заполнили вот этот приют, кастрировали. Что? А это будет дом для собак, где они будут там, как в той счастливой мультике, счастливы до конца своих дней или как? Роман, наверное, больше у меня вопрос. Дело в том, что я вам объясню, какая была поставлена задача. Нам этот вопрос даже задавал глава нашего региона, губернатор, когда на встрече с руководителями СМИ мы ему просили эту проблему решить. И вот он, да, он, во-первых, выразил желание этим тоже как-то поучаствовать в этом. Ну, мы знаем, что федеральная власть у нас тоже к этому проявляет сейчас повышенное внимание. Да что там говорит президент нашей страны, он собачий, штук шесть, наверное, сейчас собак. Я уже тут как-то разное количество их, но он очень любит животных. И мы, конечно, рассчитываем на поддержку самого высокого уровня. Она есть, действительно. Но теперь вопрос в финансах. Так вот он спросил, губернатор, что, говорит, будет с этими дальше животными, объясните. Ну, я хочу сказать, что вот это количество на 100 собак, вот эти 29 вольеров, примерно на 100 собак, почему это было из чего рассчитано? Потому что там госсветинспекция другие дает цифры котлов в несколько раз больше, там 400 с лишним собак. Я говорю, понимаете, будь на то наша воля, мы бы там и на 5000 построили, будь финансирование. Но мы исходим из того, что есть, поэтому давайте, говорю, создадим хотя бы на первичное, на 100 животных, чтобы мы могли остроту проблем снять, чтобы мы могли с улицы забрать, там где-то на детской площадке, где-то там кого-то укусили, где-то там мамаша боится выйти из машины, какие-то же были обращения. Чтобы вот эти вот снять самые острые случаи, это сразу город вздохнет легче, почувствует облегчение. Поэтому, а из этих 100 собак, да, вот эти будут процедуры проведены, 14 дней карантин, потом там какой-то послеоперационный, сейчас еще зададим Аню вопрос, какой-то период там рекреационный, восстановление. А потом какая-то по закону теперь это можно. Часть животных будет передаваться третьим лицам, так называемые добрые руки, пристраиваться. Часть животных, те, которые агрессивные, будут пожизненно оставаться в пункте передержки, чтобы они не представляли угрозу для граждан. А вот, что будет с теми, которые не агрессивные, которые пролечены, которые пролечены, которые уже стерилизованы, не представляют угрозы и так далее. Более того, в некоторых там дворах или где-то, а за ними даже есть кто ухаживает, такие тоже были случаи. Что будет с этими собаками, которые окажутся, которые не нужны? А вот это вот, есть несколько вариантов, да. По новому закону мы знаем, что уже допускается знаменитый вот это ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду. Это рождает очень много споров. Дело в том, что многие вообще в принципе не хотят видеть на городских улицах собак. Это тоже, кстати говоря, неправильно, потому что это... Это экосистема. Экосистема, конечно. Это нельзя исключать. Что уже знаем случай, я не буду говорить, в каком районе, это мой округ. Там на одной стройке жили собаки. Когда была стройка. Стройка кончилась, все свернулось, собак куда-то там дели, разбежался. Вы не поверите, это мой район такой близкий к окраине города. Сюда пришли енотовидные собаки, стали рвать кошек и так далее. Просто, я не верил, сначала мне с фотографии стали присылать. Енотовидные собаки поперли из леса, тем более, что сейчас горят леса, там все тоже ковармовая база падает. Они идут в город. И в других. В росте, где были докхантеры. Плюс, значит, да и вообще места на этой земле нет. Значит, плюс, конечно, крысы начинают плодиться и так далее. То есть, в этом эко-городском биогеоцинозе они тоже занимают определенное место. Помните еще в Талмуде? В Талмуде есть знаменитые слова. Не живите в городе, где не слышно лая собак. Это очень мудрые слова. Они, конечно, там многие слышны. Мы о кошках тоже не забываем. И о кошках, конечно. Поэтому, конечно... Все-таки куда будут деваться? Так вот, это программа ОСВВ. Дело в том, что содержание в приюте в 25 раз дороже, чем ОСВВ. Вот приезжала к нам Елена Иванова. Это сейчас эксперт Государственной Думы, в том числе по новому закону по этому об ответственном отношении с животными. Она вот эти расчеты привела, что примерно в 25 раз дешевле ОСВВ. Поэтому... Чем убийство животных. И чем убийство, разумеется. Чем эртаназии. То есть, в идеале их в приюте оставать на последней мере. Это в идеале. Это комплекс. Это дорого. Верно я понимаю? Я сейчас скажу свое мнение, и мы Ольгу послушаем как практика. Я считаю, что на первом этапе, когда у нас нет такого бюджета на собак, как в Эмиратах или даже как в Москве, я считаю, что это практически единственный вариант. Начать надо с этого. Чтобы остановить бесконтрольную репродукцию, расположение этих животных. ОСВВ это 100% гарантирует. То есть, мы ее отловили, точно стерилизовали, у нее появляется бирка. Я сам видел этих собак, два раза последний ездил в Крым. Бегают они, они там спокойные, совершенно ленивые, потому что после того, как им там все это отрезают, отстригают, у них снижается уровень зооагрессии, вот этой всякой и так далее. Они совершенно равнодушные. У них остается только смысл жизни поспать и поесть. Поспать, поесть, совершенно верно. Поэтому эти собаки уже, ну более того, что если какие-то вдруг агрессивные, они будут откалибровываться, и всегда им, как говорится, welcome в приют. Ну, как ты сказала, на пожизненные, да. А все-таки, еще сказал, что есть варианты. А какие еще есть варианты? Нет, ну есть вариант пожизненного содержания. Это отлов, есть вариант. Пожизненное содержание. Ну, это, как мы сказали, очень безмерно дорого, точно не Тверской вариант. Ну, не Тверской вариант. Есть еще, нет, в Москве пожизненный отлов, но Москва себе может позвать, там есть приюты на 2800 собак. Колоссальное количество бюджетных средств выделяется. Там выделили на этот год 900 миллионов, так это при том, что в Москве уже эта база... Тысяча животных в одном приюте нах. По 2800 есть приюты. Так там уже развита база. Уже Москва в космосе вообще по развитию. У нас, понимаете, в ровном поле. В Санкт-Петербурге. В ровном поле сейчас за 6 миллионов. В Санкт-Петербургах нет приютов. Я приездила, когда учатся, там есть приют в Санкт-Петербурге. Но они частные. Государственных, да, они частных. Государственных нет у них. Ну, это, видите, это готовность общества и финансовая, в том числе, потому что вообще во всем мире, практически почти везде в мире нет муниципальных приютов, все на частные пожертвования. Но там немножко другой уровень взаимоотношений с животными. Там, я думаю, возвращаемся к культуре отношений. Культура отношений. Кто был в Италии, во Франции, знает. Ну и финансовая, конечно, составляющая. А у меня все-таки такой вопрос. Ну, хорошо, вот все вылечили, скопили и так далее. Процесс выпуска, он как будет выглядеть? В какой район должны вывезти собаки? На прежнее место следует. Вот. Не просто абы куда? Вот, конечно, за ворота. Я все выводил, вот Ольгу, на этот вопрос. Дело в том, что многие говорят, что да, вы обратно злых собачек выпустите. Я был многократно, очень много раз, и вчера был в приюте, где вот у Ольги Юрьевны, значит, из двух с лишним сотен собак, по-моему, только штуки три-четыре, чуть-чуть так вот агрессивно. Я туда ездил со своим маленьким ребенком. И агрессивно они больше из-за страха. Из-за страха. Либо, ну, кто-то был, действительно, есть такое понятие собаки-старожей, которые всю жизнь сторожили какую-нибудь там базу, и просто в них воспитали. Ну, я, наверное, может быть, это в них рефлекс. Я не знаю. Я могу свой опыт сказать, что я ездил туда со своим маленьким ребенком, мы всех этих собак гладили, но, в общем, ну, угроза наша, могут залезать руку просто до костей. А так вот, ну, ничего больше. Ну, может, две-три собаки нам сказали, ну, желательно к ним особо не подходить. То есть, из 250 собак, вот самых, что ни на есть, дворовых, изъятых с улиц. Это не породистые собаки, которые с батистовых подушечек сняли. Это с улиц дворов вот эти лохматые, как это там, блохоносно называют. Хотя, на самом деле, это несчастные. Значит, это вот эти именно собаки с улиц. Они не агрессивные. Вот эти все собаки, они хотят одного, найти дома хозяина. Все, вот это вот единственное. Ну, и, конечно, поездка. Дом, еще раз, да, не будем лишний раз тоже тратить время. Это прекрасный случай, когда нашли хозяин, супер. Мы говорим о тех, кого, вот тоже вы говорите на прежнее место, ну, всякий ли раз это уместно, у меня сразу мысль. А если собаку отловили вот здесь, в центре города, максимально рубозированная среда, везде машины, которые собаки представляют огромную. В центре города нет, как правило, в спальных районах. Да, как правило, в центре города потеряшки собаки, которые домашнее живут. А может, такие районы, знаете, где вот рядом были большие лесные массивы, Первомайская роща, все-таки. Там есть. Что собаке ближе, ну, как-то, опять-таки, она, самое главное, подвергается меньшей угрозе попасть под колеса автомобиля, что вот самое большое. Большая проблема. Дворовые собаки, они уже немножко это... Они урбанизированы. Ну, это да, я видел тоже, как они с анафор переходят, но все равно тоже, согласись, проблема большая. Роман, тех, кого задавили, тех уже задавили. А вот эти, которые остались, они там один из одного битого двух небитых дают, да, поэтому это собаки уже немножко разбираются, где автомобили, где чего это. Конечно, они в зоне риска, конечно, они долго не живут, они и травятся, они, и у них питание плохое, и болезни, и все такое. Вот, но эти собаки уже можешь сильно не переживать, они как бы не пропадут. Другое дело, что они уже будут стерилизованы, кастрированы, уже точно обработаны. И вакцинированные повешенные бирки на уху. Даже легче и удобнее жить в том месте, где они жили, потому что забереть собаку, которая жила 5-7 лет на улице, в клетку, им очень тяжело. Тяжело, и мы себе это по финансовым соображениям пока не можем позволить. Поэтому начинать нужно это с этого, практически это единственный вариант. Я недавно смотрел то, что Елена Иванова сделала научную работу такую фактически. Действительно, сейчас ОСВВ, кстати, в некоторых странах мира тоже применяется, даже там, где более-менее благополучные обстоят дела, в некоторых применяются. Я так штук 8 странно считал. Ну, а где уж совсем этот вопрос решен, где там, я знаю, некоторые страны, очередь стоит в приюты, чтобы только погулять с собачкой, причем за деньги, как в Японии. То есть, ОСВВ это вариант для бедных? Нет, почему? Я бы не сказала, что это... Вообще, ОСВВ... Для бедных стран, я имею в виду? Нет, нет. Я не знаю пока про другие. Для нашей страны это практически сейчас единственный, самый приятный вариант. Ну, а у нас страна что, богатая, что ли? Ну, хорошо. У нас большое количество... Нет, потому что у нас огромное количество безнадзорных животных. Эту проблему с чего-то надо начинать. И ОСВВ это метод именно гуманного контроля безнадзорных животных. Конечно. А по новому закону, к счастью, единственный вариант. Да, единственный вариант. Потому что сейчас эвтаназия без причины не разрешена. Только в случае, если это инферабельное животное. Это убийство, да. 245-е убийство. Опять, Голик, да вы все участники программы, скажите, все-таки, ну, а вот вы говорите, да, мы будем пристраивать собак. А реально ли пристроить, потому что я много раз слышал такую фразу, что большинство вот этих собак, которые бегают по улицам городов, это уже давно не домашние собаки. Они же не в одном поколении выросли на улицах, они давно уже просто дикие собаки, которые приспособились. Вот, я поэтому вас спрашиваю, мораль в том, что если эту собаку поместишь в семью, она не станет домашней, так это или нет? Ну, безусловно, это дилетантское, это какое-то надуманное мнение, потому что 10 лет мы уже спасаем бездомных. И, как практика показывает, в большинстве своем, вы знаете, животное адаптируется. И, конечно, здесь вопрос в чем, даже больше не в собаке, а в отношении к этой собаке владельцев. Если владелец хочет и ограждает свое животное любовью, заботой, лаской, то и собака больше в миллионы раз даст себе ответные реакции, потому что она любит вопреки, да, как мы все знаем. Поэтому, конечно, вот вопрос о том, что если с улицы взять агрессивную собаку, я думаю, что если только генетическая какая-то проблема составляющая есть у собаки, Такое бывает тогда, конечно, к сожалению, да, либо это, значит... Ну, возможно, что-то случилось давным-давно, а мы в этом не знаем. Да, у нас просто случай, например, 8 лет животное находилось на территории приюта. 8 лет мы не могли толком подойти, оно было настолько агрессивно, но потом, когда в один прекрасный момент животное заболело, оно поверило человеку, и мы его вылечили, и оно стало настолько домашнее животное, что мы пристроили, и люди до сих пор говорят спасибо нам за эту собаку. Как сказал Марк Твен, он уже давно это заметил, если вы взяли собаку с улицы и покормили, она вас точно никогда не укусит. Так что это, ну, понимаете, да, то есть это добром за дробом. Здесь просто, опять-таки, это от незнаний владельцев... И вот что опровергает вот это, что якобы какие-то дичавшие навсегда собаки... Слушайте, вот у нас есть хорошие люди, летчики на аэродроме, под дверью, медведя забрали, медвежонка потеряла, у которого браконьеры убили мать. Медведь уже за ними ходит, как собачонка уже три года, весь мир за этим следит, из Америки присылают деньги, бассейном устроят. Просто мы должны... Медведь, он вообще просто хронически дикое животное. Нет, мы должны, мы не должны, точнее, забывать о том, что безнадзорные, бездомные животные, это ранее выброшенные домашние животные. Ну, видите, эти ваши... А собака уже сколько... А собака уже сколько... Роман, собака... Но противники могут говорить все что угодно. Ну, хорошо, не выбросили это животное, и оно распаделось. Оно два-три поколения на улице, а собака 30 тысяч лет, или сколько с человеком? Это одомашненно. Десятки тысяч лет это одомашненно. Ну, что, о чем говорить? У нее же все другой генотип, у нее же от волка даже генетически она отличается. Ну, естественно. А если вернуться к программе ОСВВ, я вот хотела бы тоже еще реплику унести, то есть нельзя, скажем так, это вот резко сейчас не надо думать о том, что сейчас у нас исчезнут с города животные безнадзорные, потому что эту проблему нужно решать комплексно. В первую очередь, конечно, во-первых, это учет и контроль владельцев и заносить в единый государственный реестр. Мы сейчас хотели поговорить по занавесу программы. У меня короткий поэтому вопрос, если на него есть ответ, и потом перейдем как раз к ответственности владельцев. А есть хоть какие-то приблизительные цифры, потенциальные, сколько на самом деле по улицам Твери бегает бездомных собак? Есть хоть какие-то оценки, нет? Нет, официальные есть оценки у госветинспекции. Вопрос просто, насколько они правдивы. Я больше верю данным, которые зоозащитники дают. Какие данные? Потому что вот Ольгу, кстати, напрасно спрашиваю, потому что Ольга не занимается отловом, ей и так хватает столько, как тащит собак. Я знаю, что они занимаются отловом, да. Поэтому зоозащитники говорят о нескольких сотнях, то есть 200-300 примерно собак вот так, примерно. Причем их число, они говорят, сокращается. Это в городе. Да, в городе. Мы же надеемся на то, что животных будут забирать. Мы все надеемся. Как показывает практика, может быть и не такое большое количество, но у нас в приюте забирают, вот на сегодняшний день мы пристроили больше 60 животных. То есть это все равно, нет, мы стремимся к лучшему, к совершенству, но это, по крайней мере, нет, конечно, это вот цифры с января месяца 2019 года. То есть за год, вот, грубо говоря, меньше, чем за год 60 собак. Поэтому при этом июте он будет пропускать, он будет пропускать, какая-то никогда будет такая текучка там, то есть будет проходить животное. Мы пока вот надеемся на это. Это при активной работе, если это подключаются волонтеры, соцсети. Соцсети, говоря о соцсетях, да, надо и страничку завести, знаете, у меня даже мысль, какое-то название классное придумать, не знаю, там конура, не просто приют, а вот как-то... Нет, вы знаете, все-таки муниципальный приют есть муниципальный, потому что... Даже муниципальный приют, ой, не приют, для детей, детских домов есть название «Солнышко», «Зайчик», так далее, даже вот. А почему для животного тоже, чтобы вот... Ну, это уже можно. Ну, мы подумаем, конкурс проведем. Надо однозначно провести. У нас минуты до следующей рекламы. Давай все-таки, правда, перейдем про ответственность. Вот с того, с чего начинали, первый пункт, это вообще какой-то учет должен быть, я считаю, до ваших животных. Потому что это вакцинация обязательно заносится в единый государственный реестр, это в первую очередь. Второй момент, это вообще, в принципе, борьба, это и социальная реклама должна обязательно быть, то есть власть и администрация к этому обязательно должны взаимодействовать. Анна, а какие есть формы вот этого такого учета, чтобы это были, ну, пожизненная метка или чипы, сколько это стоит? Да, да, да. Либо это можно делать бирку, вешать на ухо бирку. Но, как говорят, и у нас, у нас один раз тоже было то, что травмируют очень сильно уши этими бирками. Вот мы в нашей клинике проводим, кстати, бесплатную акцию по стерилизации бездомных животных, которые не имеют владельца. Мы их метим, у нас клематор. Мы заказали клематор, мы просто ставим, у нас есть своя тетрадь, где мы пишем, когда поступило животное и номер клематор. То есть мы говорим сейчас о бездомных животных или мы говорим о домашних? Бездомных. Мы к домашней сейчас перейдем после рекламы, дорогие телевизорители. Домашняя у нее тоже клеймо. Это клеймо, которое в породе стоит. Чипы, кстати, они не очень дорогие, если они на территории Российской Федерации. Зато очень дорого, эфирное время, три минуты рекламы, потом завершим программу. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», говорим о животных, бездомных, да и домашних тоже. Поэтому про бездомных, наверное, все обсудили. Про домашних скажите, нужно ли и как ввести какой-то учет, чтобы мэрия гордо знала, что на территории, к примеру, Твери, стук собак и так далее. Как-то это можно и нужно ли сделать? Обязательно нужно делать. Обязательно нужно учитывать и контролировать численность популяции и безнадзорных животных, и домашних. Которые с безнадзорными. Это не просто, потому что он у нас лежал на полочке, да, это живой организм, который обладает спектром эмоций различных. Уже доказанный факт, что животное собака обладает. Поэтому, конечно, нужно относиться как к члену семьи. Поэтому нужно начинать себя. А у кого-то о чипировании, о чем до рекламы, что за чипы и как они действуют? Чипирование, это вводится микрочип под кожу, который можно будет сканером прочитать. У каждого чипа есть свой индивидуальный номер. Что, какая информация? Барбос Иванов такого-то года рождения. Нет, чипирование, мы вносим информацию по этому чипу, фамилии, имя, владельца, адрес, телефон. То есть, если животное вдруг потерялось, бывает такое, что ошейник сорвался с адресником, приводят в клинику. Мы обычно проводим сканером, смотрим. Ага, все-таки есть, но если животное прочитировано, по этому номеру мы залезаем в базу. В эту базу может зайти любой желающий. Дорого это? Ну, сами чипы не особо дорогие. Сколько? Порядок цифр. Кто-то скажет, что это стоит 100 тысяч рублей, у меня денег нет. Это тысяча там, до тысячи рублей где-то в среднем, в зависимости от того, где закупаются. Ну, сколько это реально? Вот в нашем Твери, понятно, Москва более продвинутый город, в Твери, насколько это реально ввести? Чипирование есть в нашем городе Твери. Просто насколько это реально обязательное? Кому надо это заставить? Я вот к чему. Проблема в том, что те, кто ответственные владельцы, они так ходят с пакетиками выгуливать. Я знаю, говорят, да у нас никто с пакетиками. Почему мне рассказывать, я вот выгуливаю по вечерам собаку, все с пакетиками. Я думаю, что нужно сначала убрать бездомных животных с улиц. Когда мы их уберем, ну, или резко сократим, тогда уже будет понятно, что за собака идет. Скорее всего, будет тогда же собака владельца выпущенная на самовыгулы, что это такое, потому что мы уже бездомных забрали, их уже нету на улице. Но это поэтапно делается. Ну, и в принципе, да, конечно, наверное, я думаю, что... Это комплексно делается. На муниципальном уровне можно прописать такой закон обязывающий? На муниципальном. Он есть. Он в 2015 году принял законодательное собрание. Просто никто не побежал регистрировать своих собак. Закон издали, а никто не побежал регистрировать. Почему? Потому что нет контроля. Нет контроля. Кто должен контролировать? Полиция или тоже мэрия? Постепенно думаю, что... Нет, ну, надо создавать какую-то... Это сложный вопрос. Вот этот вопрос действительно, на который сейчас однозначно не ответить. Да, наверное, полиция должна. Ну, представь себе какого-то там усатого майора Пронькина, который подойдет к тебе, достанет из кармана специальный считыватель и по твоей собаке начнет елозить, искать там чип. Ну, я что, ты думаешь, мы еще довольно далеки от этого. Я думаю, что пока нужно, конечно, уповать на ответственность владельцев все больше и больше. И прогресс здесь есть, Роман, на самом деле. Действительно, люди все-таки немножко становятся более ответственными в целом массе. Вот эти раздолбаи, которые там самовыгул животных допускают, там выпускают и куда-то бросают, они картину-то портят. Вот они. Эти случаи не такие уж частые, но они резонансные. Поэтому кажется, что все собаки там бегают день и попали, там всех кусают и так далее. На самом деле это не так. Потому что огромное, подавляющее количество владельцев, они ответственные, они проблем никому не доставляют, поэтому они не видны. Они ходят, там тихонечко погуляли, где-то там в кустики сходили, убрали, все выкинули, все. Да, и вообще, помогая слабым, мы становимся сильнее. Это точно, совершенно. Просто такое общество, где процветает безнравственность, оно обречено на разложение, на гибель. Потому что никогда еще ни одна страна, где это было шеново, не решила это через насилие. Надеюсь, что наше Тверское общество, посмотрев нашу передачу, хоть немножко стало лучше, хоть немножко задумывалось. Была программа «Тема дня», мы говорили о бездомных животных в первую очередь, но и не только о бездомных, и о домашних, о том, что нужно быть ответственным, заводя животное. Спасибо большое, дорогие гости. Спасибо, телезрители. Спасибо. Спасибо.